Был перейден из моего подразделения, ему дали, назначили начальником направления. И он тоже занимался подольской ОПГ, грузинской ОПГ. Ну у нас насчитывалось 34 ОПГ, только в Москве, понимаете. Когда я начал работать по линии организованной преступности, я видел какой поток людей у нас идет в тюрьмы. И я понимал, что если в нормальной стране не может быть такого количества уголовников, не может. Страна уголовная, почти 50% взрослого населения, когда бы то ни было, один раз оказывались за решеткой. После этого я начал смотреть. Я уже перестал видеть в каждом генерале, в каждом начальнике, то есть как на Бога на него смотреть. Я видел, что это люди, как правило, наверх идут люди, которые имеют больше недостатков, чем те, которые снизу. Я видел посредственных людей. Мне запомнился очень хорошо один эпизод, где он, из-за его профессиональных, будем так, навыков, да, мы быстро одно преступление раскрыли. Это было нападение на одного из моих сотрудников, внезапное. Человека оглушили, отобрали оружие там и так далее. Вот через три дня буквально мы его уже задержали. А Литвиненко был, ну я бы сказал, что как бы основным в этой ситуации. Кто раскрыл. Да, кто раскрыл, он основным был. Представляете, в Москве найти этого человека, да? Мне понравилось, как он работал. Работал парень, будем так говорить, как раньше говорили, беззаветно. Да, как оперативник он был с рабочими его возможностями, вот таким напором, хороший напор у него был, желание борьбы вот это с негативом, у него превалировало. Он мог, допустим, двое-трое суток не спать. Ну, таких обычно называют рабочими лошадями. Я с ним дружил. Ну, и на свадьбу он меня к себе приглашал с Мариной. У Саши никогда не было недруга с самого начала, потому что Саша сам всегда был очень открытый человек. И люди, кто его воспринимали, они видели эту открытость. Но не каждый мог это оценить. То есть кто-то оставался открытый с ним же, а кто-то пытался использовать эту открытость. И когда Саша понимал это, то он закрывался. И это уже был не тот добрый, открытый Саша, а это был очень бескомпромиссный Саша. Я не знаю, достоинство это или недостаток, он не терпел компромиссов. И людям, которым казалось, что его можно использовать так, как они хотели бы, натыкались на железобетонную стену. И это вызывало у них ненависть. Как же так? Только что это был совершенно мягкий человек, которым им казалось, можно манипулировать. А в ответ они получали совершенно обратный результат. И вот это вот бессилие, что они не могут его использовать так, как они хотят, мне кажется, рождало в них ненависть. И тогда они его называли врагом. Саша gave me a videotape whose existence bothered a lot of people, and maybe still bothering now. It was a 1998 recording of the nocturnal conversation of FSB officers Litvinenko, Gusek and Ponkin with the TV presenter Dorenko. Ладно, значит, 20 апреля, понедельник уже, ночь, да? Час 20 ночи. Первая задача, которая мне была поставлена, находясь в управлении, что надо, значит, якобы раньше службу проходил в подразделении некий подполковник Трепашкиного фамилия. И надо его поймать, отобрать удостоверение. И так как он обратился в суд, судится, ну, в суд на Ковалева подал за увольнение, его надо, значит, прессануть. Ну, значит, физически с ним расправиться, ну, так я понимаю, избить его, либо его, значит, загрузить чем-то, там, гранатой, пистолетом в отделение милиции его посадить. Ну, в общем, провокацию точно сделать. Либо, значит, его, может быть, даже... Провокацию с целью, что у него находилось незаконное оружие или граната, да? Или, якобы, либо его, значит, надо было, может быть, даже вообще убрать, ну, ликвидировать, чтобы шума не было. Вышел на улицу случайный выстрел. Можно ждать. Трепашкин turned out to be an amable, friendly man. Трепашкин, это единственная разновидность диктатуры, которой мы обязаны подчинить. У меня вот первый конфликт в 1995 году именно с Патрушевым, когда меня, с одной стороны, была дана команда, одну из таких групп, которая занималась себе наличием денег и завершилась убийством. У него входили более трех полевых командиров. С одной стороны, дали команду ее локализовать, ну, путем возбуждения уголовного дела на чисто правовой основе. С другой стороны, когда я начал привлекать, и пошла вот эта как раз цепочка, то, о чем мы говорили, что всегда у них есть свои покровители, кто прикрывает их и прочее. И, как правило, это либо ФСБ, либо ГРУ, в частности, там столкнулись ГРУ, генштабы Российской Федерации, либо милиции, тоже по этому делу мы столкнулись. И вот тут говорят, нет, вот этого можно трогать, вот этого нельзя трогать. А почему? Значит, он совершает преступление, значит, неважно, кто за ним стоит, его должно привлекать ответствие. Нет, нельзя. Трепашкин что-то знал такое, чего они боялись, что он озвучит в суде. Это была первая задача. Кстати, она меня тогда очень осторожила. Мы ее, значит, не то, что отказались выполнить прямо, но мы ее просто не стали выполнять. Ну, молча ушли и все. Этого делать не стали. На итоговом совещании, которое проводилось по итогам работы за год. Конец, самый конец 97-го года. Да, Камышников, он встал вот так, подошел ко мне, вот так, ну, ты должен убить Березов. Я твой бессменный арестант. В свое время, работая по одному террористу Камышников, инициативно или инициативно вышел на этих людей и рассказал им, что ФСБ занимается ими, проверяет их и подозревает их в совершении террористических, ну, подготовке и проведении террористических актов. Вот что мне стало известно. И были материалы. Кстати, в свое время эти материалы... То есть он выдал информацию ФСБ тем... Да, террористам, в отношении которых работают. Фактически это предательство совершенно. Значит, получается, Камышников связан с людьми, подоживаемыми в терроре. Это тот человек, который мне говорит убить Березовского. И таким образом можно сформулировать, можно сформулировать по существу некоторую гипотезу. Наиболее эффективны те общественные и политические системы, в которых существует максимальная возможность для самореализации каждого из ее членов этой общественной системы, каждого гражданина. Но при том, что каждый гражданин добровольно принимает на себя некоторую систему ограничений. И вот, собственно, переход от тоталитарных систем к либеральным, и означает достижение критической массы людей согласно принять добровольно некоторую систему, некоторую конкретную систему, вот это само ограничение. Может быть, переход от внешних ограничений к внутрь? Абсолютно точно. Да, 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 поскольку, совершенно верно. Ограничения-то были всегда? Абсолютно верно, но эти ограничения навязывались, да? Far away from London, in another office of Berezovsky, a secret video recording was made. In 1998, Litvinenko's FSB colleagues came to this Moscow office and corroborated Sasha's account of his boss's criminal plans. These colleagues of Litvinenko later denied they ever said such things. They were also a female party in a long time, in order to come to the office, and the police, they didn't want to be able to do it. They were a woman who was in the midst of it. They were excited to come to see you, under thekeye of the anxiety theyést, and they said, when you came to the office, you were going to come to the office, they were running around the office. И просто я хочу сказать, какой ценой человечество достается знамя. И как тяжело приподняться над общепринятыми форматами, стандартами и прочее. Русским людям труднее.